Расслабляйтесь по максимуму, призывают волонтеры экологического проекта, видное за раздельный сбор отходов. Существует он уже 6 лет, и за эти годы, благодаря стараниям волонтеров, тонны ненужных вещей подверглись переработке. Мы принимаем разные фракции, то есть разные виды в турсырья, несколько видов пластика, несколько видов макулатуры, металл. Все это можно сдать для того, чтобы оно было в дальнейшем переработано. Не попало просто на свалку, не лежало там бесцельно. А принесло еще пользу миру. Всего более 40 пакетов для различных видов мусора, металл, бумага, тетропак, электрохлам. Список огромный. Такая щепетильная сортировка позволяет переработать даже самые маленькие вещи. Волонтер Александр Ярцев говорит, что всегда задумывается, прежде чем что-то выбросить в мусорное ведро. Сначала это сложно, сначала не видишь в этом совершенно смысла. Потом втягиваешься, привыкаешь, без этого уже не можешь. Все пластиковое, что раньше летело в контейнер, сейчас моешь, откладываешь, сушишь, сортируешь, приносишь. Больше от Закирова на сортировку привезла пакеты, которые заняли пол багажника. Женщина признается, что дело это трудоемко и забирает немало сил. Дело в том, что это уже появилась такая привычка, которая уже много лет. Честно говоря, уже надоело сортировать, между нами говоря. Но теперь не можем остановиться, потому что хочется внести свой какой-то вклад, хоть хотя бы каплю. Какие же товары получаются в результате переработки? Да практически все – одежда, игрушки, канцелярские принадлежности, спорттовары, бутылки и упаковка – обретают вторую жизнь благодаря грамотной работе с отходами. И внести в нее свой вклад может каждый из нас. Екатерина Коваленко, Сергей Ларин, Екатерина Давлятова. Видное ТВ.